Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с персонажами античного мира по книге Бетти Рэдис. Кто есть кто в античном мире? Дополняю данными из википедии и из интернета. Пенелопа Пенелопа, гомировская Пенелопа, это верная жена Одиссея и мать Телемаха, обычно характеризуемая как верная и благоразумная. Пенелопа 20 лет ждала Одиссея в Итаке, под разными предлогами отказывая многочисленным женихам. Так она несколько лет ткала обрядовый погребальный саван для своего тестя Лаэрта. То, что Пенелопа успевала соткать за день и ночью она распускала и так продолжалось до тех пор, пока Пенелопу не выдала служанка. Тогда, по внушению Афины, Пенелопа объявила женихам, что выйдет замуж за того, кто сможет натянуть огромный лук Одиссея и выстрелить из него так, чтобы стрела пролетела сквозь 12 колец. В это время появляется Одиссей, переодетый нищим и входит в свой дом неузнанный. Только ему и удается выполнить условия Пенелопы. Причем Одиссей не только демонстрирует свою силу Пенелопе, но заодно и убивает всех ее женихов. Далее следует сентиментальная сцена узнавания и Одиссей с Пенелопой после долгих лет разлуки вновь оказывается вместе. Вне гомеровского эпоса Пенелопа обычно символизирует верность. Впрочем, исключением является пелопонесский культ Пенелопы, где она представлена напротив неверной женой. Павсани передает легенду, согласно которой Пенелопа была дочерью спартанского царя Икария. И тогда, если принять во внимание, что Икарий считался братом Тиндорея, то Пенелопа, возможно, двоюродная сестра Елены и Диаскура. Пенелопа особенно почитали на востоке Аркадий, где по преданию она умерла, превратившись в утку. Иродот передает также легенду, согласно которой Пенелопа была матерью аркадского бога Паана. Впрочем, возможно, что в Аркадии просто существовал культ одноименной нимфы. Сюжеты мифа воплотились в живописных произведениях Вазари, Йорданса, Лимуана, Блума. Пользуются известностью оперы Скарлатти и Чемороза. Ну вот так кратце о Пенелопе. У Гомеру это верная жена Одиссея и мать Телемаха. Обычно характеризуемая как верная и благоразумная. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok